Всем привет! Наш проект уже длится три недели. И сегодня мы встретимся с Настей, чтобы узнать промежуточный результат. Настя, ты в преображении уже три недели. Расскажи свои ощущения. Я очень довольна тем, что я попала в этот проект. Я так этого хотела, и всё получается, всё идёт, всё движется, я становлюсь лучше, и это так хорошо. Давай вскользь вспомним всё, через что ты уже прошла. Начнём с психолога. Психолог – это, конечно, было в кавычках жуткое испытание, потому что когда у тебя достают всё изнутри, что ты чувствуешь, что у тебя накипело, что у тебя болит и давит в душе, тяжело. Но после психолога ты выходишь, и у тебя как будто вырастают крылья. И буквально на следующий день я уже заметила, что жизнь меняется, что я меняюсь, что моё отношение к себе и к жизни также изменилось. Следующим твоим этапом был Грейтфилл. Мы сделали там замеры. 114. У нас будет по талии и по животу. 101, 106, 114. Одно дело – ходить, видеть себя каждый день, а другое дело – увидеть эти все цифры на листочке и столкнуться с ними лицом к лицу. Страшно, конечно. Всё, когда ты на себя смотришь там со стороны, это по-другому, нежели ты смотришь на себя просто в зеркало. Я приблизительно знала, какие цифры, но точно, конечно, я себе не изменяла. Скажи честно, пропускаешь ли ты тренировки? Нет. Ты ходишь на все тренировки? Даже по две в день. Скажи, у тебя есть какой-то промежуточный результат? Ты похудела, может быть? Да. Какие-то цифры у тебя стали меньше? Да, но мерить меня не мерили, похудела да на 4 килограмма. Ты себе ставишь какую-то цель? То есть я хочу сбросить 10 или 15. Какой твой самый высокий результат, который ты хочешь достигнуть? 20. Я хочу больше. Ты хочешь скинуть 20? Как считаешь, что это получится? Ну, за месяц, наверное, нет. А в дальнейшем, если буду продолжать, точнее, если буду, я буду продолжать работать над собой дальше, и я планирую, да. Времени хватает на все, на проект, на дочку, на работу? Стараемся, тяжело, конечно, с временем, да, потому что очень много времени на все требуется, ежедневные тренировки, которые занимают достаточно много времени, еще доехать, уехать туда, успеть туда, успеть еще дочку забрать, еще нужно поработать, еще нужно в это время думать о питании, потому что нужно приготовить что-то поесть, успеть поесть много раз в день. Ты была уже у стоматолога, пришла, тебе сделали профессиональную гигиену полость рта. Какие твои ощущения? Ну, поначалу, конечно, я боялась, как и, наверное, любой человек, который идет к стоматологу, он боится стоматолога, я не исключение. Но в конце казалось, что бояться было нечего совершенно. Мне понравился стоматолог, он очень профессиональный человек, профессиональный врач. Очень подходит ко всему аккуратно. Также у нас было удаление старого татуажа в студии Александры Туликовой. Было немножко больно, неприятно, потому что без анестезии это все. Но это было очень короткое время, то есть по минуте на каждую бровь, и поэтому... Что ждешь больше всего, вот по итогу? Я буду смотреть на себя в зеркало, и я буду себе очень-очень нравиться. Прошло всего три недели, а уже столько новых впечатлений и достигнутых результатов. Следите за нашими выпусками, потому что кто знает, что будет дальше.